В Магаданской городской думе прошло заседание депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления. Прежде чем приступить к рассмотрению повестки дня, народные избранники вручили награду признания за вклад в развитие спорта Элине Бурмистровой, тренеру и основателю школы художественной гимнастики. Элина Петровна покидает Колыму. Более 40 лет она отдала любимому делу в областном центре. Обладая глубокими знаниями и даром настоящего тренера, она вывела магаданских гимнасток на новый уровень признания. Мы со своей спортивной семьей, я с мужем Бурмистровым Евгением Петровичем и двумя детьми, приехали в Магадан. Муж занялся боксом, я занялась гимнастикой. Вот за 40 лет я работала только в одной спортивной школе. За это время подготовлено 57 мастеров спорта России. Один мастер спорта международного класса, Голубева Екатерина, у нас выпустилась в 2003 году. И сразу же попала в сборную Санкт-Петербурга. А Санкт-Петербург тогда лидировал в России. И попала в групповых упражнениях на Всемирную универсиаду, где завоевала, в Корее, где завоевала там три медали. Награда признания была вручена во внеочередном порядке. Ее вручили в рамках проведения церемонии награждения Бал Чемпионов. В условиях режима повышенной готовности мероприятие перенесли на сентябрь 2020 года. Мэр Магадана и депутаты городской думы поздравили Элину Петровну и пожелали успехов. После чего приступили к рассмотрению вопросов заседания. Основные темы. Внесение изменений в устав Магадана. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город Магадан. Это ряд изменений, касающихся в частности сроков опубликования решения о проведении конкурса. Перечня документов, предоставляемых кандидатами. Уточнение случаев принятия комиссии решения о признании конкурса несостоявшимся. Мэр Магадана отчитался о проделанной работе за 2019 год. Городской бюджет исполнен по доходам на 7,4 миллиарда рублей, что составило 98% от уточненного годового плана. При этом безвозмездные перечисления составили 4,6 миллиарда рублей. Муниципальный долг на конец отчетного года составил 1,983 миллиона, увеличившись на 104 миллиона рублей. Это произошло потому, что мы были вынуждены принять решение о привлечении дополнительных кредитных ресурсов в размере 125 миллионов для сокращения задолженности перед внебюджетными фондами. Депутаты рассмотрели вопрос о назначении даты выборов в Магаданскую городскую думу 7-го созыва. По законодательным нормам мы приняли решение, на сегодняшний день не приняли решение, а утвердили на комиссии срок проведения выборов Всероссийского дня голосования согласно на 13 сентября 2020 года. Но предрекаю вопрос о том, что планируется и рассматривается вопрос о том, что этот срок будет перенесен. Сегодня в стенах Магаданской городской думы состоялось также заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам муниципальной собственности. Народные избранники говорили о внесении изменений в положение о порядке установки в городе рекламных конструкций. Заслушали информацию об итогах приватизации муниципального имущества в 2019 году. Оформлено в собственность 18 объектов. Не удалось этого сделать по разным причинам 67 объектов. В план приватизации 2020 года дополнительно внесут 5 позиций. Это транспортные средства и исключат нежилое помещение по улице Якутской 43.